Изменения в законодательстве по назначению и выплате пенсии стали первым вопросом в повестке дня заседания городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Также присутствующие обсудили ситуацию на рынке труда и необходимость осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства. Подробности в следующем репортаже. Законопроекты, связанные с пенсионной реформой, стали полноценными законами. Внесенные изменения предусматривают поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян. Для мужчин это 65 лет, для женщин 60. Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах правильного севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностям и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, предусматривается повышение пенсионного возраста с 55 до 60 и с 50 до 55 лет соответственно, мужчины и женщины. Таким образом, для северян сохранен более ранний выход на пенсию по старости на 5 лет. Заседание городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений началось с доклада Оксаны Яборовой, которая подробно рассказала о правилах начисления пенсии с 2019 года. Присутствующие задавали вопросы, возникающие на практике. Например, какие льготы предоставляются многодетным матерям, что предпринять, если организация ликвидирована, а до выхода на пенсию осталось несколько лет, и что за категория предпенсионер. С 1 января 2019 года корректируется понятие предпенсионного возраста в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначая недосрочно. Ранее это было 2 года. Статус предпенсионера будет определяться по данным, имеющимся в распоряжении пенсионного фонда, по состоянию на дату, на которую предоставляются сведения. Благодаря новому сервису информирования пенсионного фонда самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы. Достаточно просто подать заявление в предоставляющие их учреждения. К примеру, граждане данной категории освобождены от уплаты имущественного налога на жилье. Для того, чтобы воспользоваться льготой, достаточно обратиться в налоговую инспекцию. Аналогичное взаимодействие налажено с городским центром занятости, сотрудники которого приступили к реализации программы профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. Законодательство стало строже к работодателям, которые предвзято относятся к гражданам данной категории. Как предпенсионер увольняет, но его не приняли на работу или уволили, то тогда доказывают в суде, что именно это мотив. Участники заседания также обсудили ситуацию на рынке труда, отметив с удовлетворением, что общее количество безработных в прошлом году уменьшилось по сравнению с 2017 на 32%, а число вакансий увеличилось почти на 12%. Количество организаций, охваченных коллективно-договорными отношениями, значительно превышает прежние показатели. Новый вопрос решили ввести по поводу осуществления ведомственного контроля как уполномоченный орган управления по труду и социальной защите населения администрации города Лабутнанги. Это актуально, те нарушения основные, которые мы выявляем в ходе проведения плановых проверок в организациях подведомственных администраций города Лабутнанги. То есть эта информация будет интересна и для работодателей, и для профсоюзов, и для органов местного самоуправления. Всего в повестку заседания было включено 4 вопроса, касающиеся трудовой защищенности горожан. По каждому из них было принято конкретное решение.